Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире. Давай поженимся программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас невеста и три жениха. Любитель дальних плавней Александр, жертва предсказаний Алексей и поклонник Мерлин Монро Андрей. А невеста у нас Ольга. Давайте знакомимся. Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 26 лет. Я добилась достаточно многого. И единственное, не встретила того единственного. Надеюсь, сегодня мне повезет, а в этом мне поможет моя подруга Виктория. Ольга, 26 лет. Когда возлюбленный перестал нуждаться в ее помощи в делах и начал зарабатывать большие деньги самостоятельно, решил, что она ему больше не нужна. Ольга – казначей в строительной организации в Сочи. Занимается аэробикой, коллекционирует фарфоровые куклы ручной работы, посещает галереи и выставки, мечтает побывать на острове Бора-Бора и переехать в Санкт-Петербург. Ольга признается, что она прямолинейна и очень ревнива. Ее избранник должен быть сговорчивым по характеру и жить в северной столице. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, мои любимые ведущие. Я вам хочу презентовать такой небольшой, скромный, но такой символичный презент. Можно не скромный, но и небольшой. С олимпийской символикой. Спасибо. Прелесть, кролись. Подарки принесла, молодец. Дети будут счастливы. В городе Сочи темные ночи. Любимая песня всех казначеев строительных организаций. Слушай, я, наверное, в детство впала, да, если стали мишки при этой. Плохо выгляжу? Это символ Олимпиады, которая будет. Ой, темные, не ночи темные, и розы темные. Олечка, в следующем году Олимпиада в Сочи. Не то, что со всей страны, со всего мира съедутся женихи. Вам зачем этот Санкт-Петербург даст? Действительно, зачем мне сейчас покидать и уезжать в северную столицу? Это моя мечта, на самом деле, очень, наверное, с детства. И каждый раз, когда я бываю в городе Санкт-Петербург... Сколько раз было? Ну, раз в пять-шесть была. И в холодное время года, и в теплое. И этот город настолько сильно меня впечатляет, что я именно там вижу... И что, моя дорогая, могу сказать, хороший вкус? А остров Бора-Бора, он вам на кой? Нравится название? Просто вы уже, наверное, пятая невеста, которая мечтает попасть на этот остров. Нет, это на самом деле... Бора-Бора, Баден-Баден... Это больше для меня не модно, а какой-то такой далекий остров, такой недостижимый, куда далеко очень добираться. Тогда все-таки определимся, Питер или Бора-Бора? Один раз побывать в Бора-Бора и все-таки переехать жить в Питер. Ну, хорошо, Питер это все-таки реально, еще раз говорю, хороший вкус, женихи там потрясающие. Будем искать. Спасибо большое, я надеюсь. Хорошо? Ну, вам 26 лет, могли 40 раз туда уже переехать. Ну, вы знаете, в последнее время я занималась, так случилось, карьерой в городе, и поэтому только сегодня... Каких высот достигли карьеры? Ну, я вот, как сказала, казначей, строительная организация. А при деньгах сколько там, хорошо? Достаточно. Ну, больше ста получается? Ну, ориентировочно, да, в этом районе и чуть больше. Ну, для Сочи это нормально, да? Ну, для Москвы не страшнит. Не знаю, такие, по крайней мере, у меня девушек не было, которые с такими зарплатами и по внешности. Олечка, но у вас был молодой человек, к которому вы не только душу вложили, но и все свои знания, всю свою энергию. Расскажите, что там, почему не срослось? Ну, мне казалось, что банально очень приходить на что-то готовое, чтобы мужчина уже был самостоятельный при бизнесе, при деньгах. Мне показалось, что если я мужчину возьму, и мы вместе с ним пройдем этот путь, где он добьется чего-то вместе со мной, у нас это объединит, и мы будем ценить друг друга. Олечка, у вас внимание величие? Вы действительно считаете, что это вы ему помогли из карьеры, и встать на ноги, и денежки к нему пришли? Или, в общем-то, и без вас было бы все у него мармеладно? Ну, возможно, но, наверное, не настолько успешно. Многие женщины переоценивают себя в жизни мужчин-то, и в этом наша проблема, я вам хочу сказать. Когда мы с ним встретились, он был наемным директором в компании. Мы встретились, практически сразу же полюбили друг друга, ну, это была такая эйфория, влюбленность. Через три дня он просто не хотел вас уже отпускать от себя. Ну, практически так, да. Через три дня? Нет, ну, не через три дня прямо. Через неделю? Через месяц. А кто не влюбится в директора компании, скажите мне? Если мы переедем на мою квартиру, то есть будет мне помогать также в финансовом плане. Но он был не владелец этой компании, а наемный. А когда уходил, то уже стал... Подожди, да, постепенно что-то уходил. Ну, чтобы сразу сравнивать. Вот пришла к директору, а ушла от генерального... От алкоголика. Страивай. Оль. А? Почему? Он был наемным директором статуса, то есть не владелец компании. Как-то наемный директор звучит двусмысленно. Гастарбайтер. Не владелец бизнеса. Стоп-менеджер. Хорошо. Да. Он был прекрасен. Вы влюбились, переехали к нему, и все у вас было просто супер-супер. Да. Через год я всячески на ушко ему нашептала. Милый, давай будем делать свое, давай будем что-то организовать. Зачем нам трудиться на кого-то? Это очень я подразумевала и ждала, и ждала долгих 4 года, но так и не дождалась. А за чей счет-то? Что именно? За ваш? Вместе работали. Мы вместе работали. Я хотела, чтобы... А, ну фирму вдвоем вкладывали? Конечно, конечно. Вы деньгами тоже сюда вкладывались? Или только мозгами? Максимально мозгами. Я для этого... Ну правильно, какие деньги? Ну и 20 лет было, Рост. Да. Какие деньги? И вот, и вот. Когда дело пошло? Когда дело пошло, закрутилось, завертелось, я уже готова была принять предложение от него в руки и сердце, но оно почему-то так и не произошло. То есть до ЗАГСа мы так и не дошли. А он все взял от вас? Молодость, красоту, знания, помощь. Вы зачем ему были нужны уже? Поэтому... И вот в силу каких-то обстоятельств непреодолимых мы, к сожалению, разошлись. Молодость стал. Нет, там была причина. Рассказывайте. Да, то есть, ну, почувствовал деньги, да. Начались такие погулянки, вечеринки, фиесты. Там же хорошо, там никакой ответственности. А вы все время говорите, так, быстренько за учебники, осваивай вот это дело. Завтра утром совещание, ты не должен проспать. С вами одни обязательства. Вы как мамка рядом? Наверное. И когда он достиг, ему захотелось легкой, не обременительной, без обязательств. Я человек, считаю, что достаточно ответственный, поэтому если быть помощником в бизнесе, то на меня можно положиться. Я человек честный. Уже, наверное, он хотел производить впечатление не в моих глазах, потому что так уже восхищаться я бы не смогла, потому что это был результат моей работы. И вот этот готовый результат достался кому? Ну, просто новой девушке. Вот так вот. Девочки, наматываем? Не бегите впереди паровоза, дайте мужчине самому вставать на ноги и развиваться. Представляете, он какую чувствовал зависимость? Вы все время были бы как у Кор, что-то не он сам, а это бы его. Я не попрекала, но, наверное, где-то... Ну, не попрекали, прям не попрекали. Где-то, наверное, ощущал. А вот у меня вопрос, когда... Он же там все пьянки-то у него, гулянки были, правильно? Ну, да, веселее. А вот вы как реагировали, вот, когда он пьяный? Что вы делали? Домой его тащили или бросали тут, пока не выспится? Ну, как минимум, это недовольное выражение лица. Нет-нет, ну, это понятно. Ну, все пьяное лежит и все. Вы чего, вы его домой дотаскиваете или оставляете? Господи, какое счастье, что есть часть женщин, которым не знакома вообще эта страна жизни. Даже техника затаскивания домой. Вы селитесь, это вообще как будто на Луне живешь. Нет, а вы не обязаны были. Вы не обязаны были, да. Это его абсолютный выбор. Ну, а как вы это так не сказали? Ну, так, что сказать, что я себя истерично вела, как-то вызывающе, пилила ему мозги. Ничего такого не было. Так вы его оттаскивали домой? Он сам домой приходил. А, доходил. Он сам приходил. Он, как при деньгах, я думаю, были машины и возможности водителя. Как расставались? Как обычно, достаточно болезненно и даже два раза мы пытались воссоединиться, но так ни к чему это не привело. С дележкой? Нет, достаточно просто. Вот правильно, он деньгами-то вложил, деньги забрал, а вы мозги туда вложили, как их заберешь-то? У нее все равно, смотри, огонек какой в глазах горит. Да. Она такая девушка непростая, такая, с хитрецой. Сегодня уже чего хотите? Каких избежите ошибок прошлого? Сегодня я хочу уже, наверное... Теперь уже не банально, да, богатого, молодого и так далее? Как раньше? Мужественного мужчину, способного окружить заботой, теплом, когда нам будет вместе просто хорошо. Оля, а если сегодня не удастся встретить мужчину, с которым переедете в Питер и не будете там любоваться Невой, а встретите мужчину, который вам понравится, но он будет из Чебоксар? Тогда поедем ко мне в Сочи. Да? Да. Хорошо. Роза? А что, невеста хорошая, знает, что хочет. Я, правда, не очень поняла. Вот, Василиса, у меня вопрос в связи с этим. Вот когда ты говоришь, если меня меняют имя, то как бы это влияет на судьбу? А вот если человек взял вот так кардинально меняет место жительства, это как-то влияет на судьбу или нет? На все влияет, безусловно. Каждое действие человека влияет на все последующее, что происходит в его жизни. И переезд – это важно. Он ничего нового не добавляет, но он определенные качества человека может высветить по-другому. Например, меняя страну жительства, человек-талант, который на родине был закопан, может проявить ярче. И наоборот, те зоны, те сферы, где везло, они могут закрыться для человека. Но это, во-первых, происходит не сразу, а во-вторых, кардинально человека не меняет. Ну, например, прекрасно мужчина музицировал дома для себя, переехал, стал петь в баре, в ресторане. Но зато расстроились семейные отношения. И вот у тех, кто переезжает, меняет страну, например, проживание сплошь и рядом – это и есть. Разумеется, это стресс, конечно. Ну, вы красавица. Даже можно про 26 лет забыть. У Приданова у вас нет с точки зрения прошлого. У меня есть своя квартира, машина. Больших детей, я про это говорю. Он казначей с деньгами, значит, умеет. Вот опыт есть мужчину ставить, только теперь уже, конечно, как Лариса говорит, не будет впереди паровоз бежать. А зачем? Сначала штамп, а потом уже будет своего двигать. Двигать, в общем-то. Поэтому, ну что ж, я постараюсь сегодня как-то договориться и найти прямо вот подходящего. Может, вот нам сегодня повезет. Да уже не двигать надо, уже. Надо о семье подумать, что тут двигать. Мне тоже кажется, что вы достойна хорошего мужчины. Хороша, хороша. Спасибо. Достойна. Как-то вы не потратили молодость впустую. Получили образование. И не раздражает, что самое интересное. Вот хочется зацепить вас так это по привычке. Ну вот, ну не же сцеплять. Хорошая девушка. Спасибо. Молодец, молодец. Поэтому в трудную минуту сможете выжить и ребеночка, если будут дети. Мало ли, жизнь длинная. Поэтому я буду сегодня стараться. Спасибо. Вам очень важно вспомнить, что в вашей душе, что в вашей личной жизни перевернуло вторая половина 2012 года. И вот если вы поймете, какое отношение те события имеют к вашему выбору мужчины, к тому, как вы себе представляете будущую семейную жизнь, вы серьезно облегчите задачу и себе, и нам. Потому что ровно в прошлом году, вот в этом самом конце, происходило ваше какое-то внутреннее взросление. Оно иногда сопровождается романами. Но иногда умному человеку достаточно просто пронаблюдать события у кого-то из-под рук. Вот если что-то такое было, не обязательно это вспоминать прямо сейчас. Но просто вы когда выйдете из нашей студии, или когда будете знакомиться с женихами, вспоминайте. Потому что ровно вот в то время оно должно было многому вас научить. И от него сейчас многое зависит. Вот прямо буквально сегодня. Хорошо. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит ее судьбу. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Меня зовут Александр. Я приехал из Петербурга специально, чтобы познакомиться с тобой. Спасибо большое. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, неплохой жених. Ну, не, не конкурент. Добрый день. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, Александр. С кем вы? Я приехал с моим лучшим другом Иваном. Здравствуйте. Очень приятно. Давай, пожалуйста. Александр. 30 лет. Руководитель проектов в крупной компании. Увлекается фотографией, любит отечественное кино, посещает театр, погружается с аквалангом. Гордится тем, что сам заработал на квартиру и машину. Возлюбленная Александра не была готова к серьезным отношениям и отклонила его предложение руки и сердца. Надеется, что Ольга ему не откажет. До 30 лет принципиально не хотели ни с кем связывать свою судьбу, пока не накопили на квартиру? Принципиально хотел, пока не накопил на квартиру. Случилось бы это в 32, значит, я бы созрел в 32. Случилось бы в 28, значит... Какой молодец. То есть для начала привезти к родителям не хотелось, да? Нет, приводить к родителям точно и к ней приходить тоже, несмотря на то, что родители очень поддерживали. Свою семью надо строить отдельно. Все вот эти заработки, то, что у него там есть машина, там квартира, все-все у него там, даже если там яхта у него есть, это ничего еще не значит. Но вы же познакомились со своей избранницей, когда уже квартирный вопрос был решен? Нет, мы с ней познакомились раньше, мне было 27, соответственно, 3 года назад. Ей было 18, она была еще совсем молодая. Я был не готов... Ну, у нас все было очень органично, потому что всегда отношения начинаются с чего-то более простого. И так вот как-то оно все шло, пока я не стал готов. Но вот, видимо, я переждал, перегорела, видимо, девушка. То есть у нее был вот этот молодой задор, когда мы начинали встречаться, и ей, наверное, хотелось там каких-то отношений, а я не был... Саша, 18 лет, девушки редко, которые хотят выйти замуж. 18 лет хочется еще с одним повлюбляться, попробовать с другим, но это естественно. Это вы были готовы жениться, она была слишком молода. Мне кажется, 9 лет в этом возрасте огромная разница. Может быть. Ну и второе, конечно, когда я уже понял, что... Ну, подошел к той черте, когда свои финансовые вопросы решил, и можно было бы уже подумать о серьезном будущем. А в этот момент я допускаю, что я передавил. Собственно, есть девушки, которые прямо из одной семьи, вот да, я свое прямо вот с рук на руки передам, как говорится. Я честно... Просто не на ту напали, ну не ваше. Александр, вы разительно отличаетесь от большинства женихов наших, которые пытаются свалить всю вину на девушку, или как-то объяснить ситуацию за ее счет. А вы сначала объясняете все через себя, и это вызывает такую искреннюю симпатию. Потому что первое, что я услышала, хочу купить квартиру, принимала решение. И второе, что я услышала, нет, я передавил, я виноват, я передержал. Вы знаете, это очень ценно. Мне кажется, что это сразу привлекает на вашу сторону вообще всех девушек сидящих в зале. Сейчас время другое, сейчас и мужчины, и парни другие. Большинство из них либо маменькины сынки, либо... Либо это нормальные парни, которые знают о своей цели жизни. Оль, вам нравится жених? Не привлекает мое внимание. А в Сочи готовы поехать, Кольдой? Нет, наверное, не готов. Ну и правильно, это не противоестественно. А у нас там дача будет, правда? Конечно. Это замечательное место для дачи. А где живете в Питере? В Петербурге, в Приморском районе. Хорошо. А ваши любимые места в Питере, если вы так любите этот город и бывали там часто? Вы знаете, я преимущественно посещала музеи, выставки, всевозможные театры. Вот только командировочные посещают. Очень многие жители Санкт-Петербурга прекрасно знают местные достопримечательности. Это я вот пошла в этот Эрмитаж. Час ходила, два часа выход искала. Еле вышла туда. Да на Эрмитаж нужно пару недель. Не, я нормально Питер покажу. И за Питер, и за всех. Ну вот я послушал историю Ольги, и вот у меня вопрос, насколько ты морально готова быть женщиной в семье? Не лидером, не начальником, а вот именно женщиной. Я не имею в виду кухаркой, да, там, и домохозяйкой. Я имею в виду, что все равно при всех за и против, ну, мое мнение, что мужчина должна быть какая-то лидирующая роль. Безусловно. Да, то есть это не должен быть тоталитаризм, когда там, но тем не менее, все равно там решающее слово должно быть за мужчиной. Когда женщина очень многого добивается на работе, как бы это не перенеслось в дом. Да, у Ольги есть, это такая, мне кажется, начальственная, да, такая вот ноточка. Нет, ну, главное не лезть в его работу, безусловно. Безусловно, безусловно, смотрите, Ольга всячески направляла, поощряла, вкладывала, как она говорит, свои знания мозги в мужчину, с которым жила. Вот вы как к советам к женским относитесь? Мой муж, например, просто не переварит, он даже не дает предложение договорить. Нет, он все всегда сам знает лучше и про себя, и про меня, про всех. Есть такой тип мужчин, который не вынувает, вот даже по мелочам. По мелочам готов, но скорее я отношусь к тому типу мужчин, которому... Который сам знает. То есть, скажем так, Жонина слово, это просто мнение женщины, а ваше слово, это закон. Хорошо, чтобы поддерживало мое слово, этого достаточно. Ну так надо и так уискать. Вы готовы по таким правилам? Я готова по правилам, где я не активничаю в отношении принятия решений у мужчины на работе. То есть, я могу, если у меня спросят, посоветовать, высказать это мнение, но ни в коем случае не навязывать, не делать это жестко, как-то грубо. Или перетягивать одеяло на себя. То есть, если мы вдвоем, и мы советуемся... Нет, просто некоторые женщины активно влезают в дела мужские, в бизнес, начинают там... Без агрессии, без фанатизма. Хорошо. Может, все-таки что-то вот такое вот стукнуть кулаком-то? Хочу вот так, и так, и так, и так. Вот она хочет бизнесмена и романтика, чтобы вот так вот не участвовать, чтобы он был и при денежке, и романтичный. Я не бизнесмен, я романтик. И забота ее, понимаешь? Вот интересно знать твое мнение. Должна ли женщина после брака менять фамилию? Какой хороший вопрос. Первый раз, да. А разве это как-то? В принципе, да ты что, знаешь, сколько не доходят до ЗАГСа? Для меня оставить фамилию, это все равно, что мосты не сжигать. Я вот это так воспринимаю. Ужас какой, ну фамилия... А вы как, кстати? Интересный вопрос. Да. Вы будете в жизни на фамилию? То есть, моя фамилия достаточно звучная, такая благородная, и если это не какая-то такая... Ой, меня как разочаровали. Нет, ну то есть главное, чтобы не краснеть. Ну на самом деле, ничего не краснеть. Значит, извините, берешь мужчину, бери мою фамилию, ну и что? Ну в общем-то, ребят, во всем мире, да, ну есть такие как-то правила. Ну рот продолжает, вот он же рот твой приносит. Вы же не актриса, которая уже с этой фамилией всем известна. Это маленькое но, но при этом я готова рассмотреть это как по умолчанию, что я меняю свою фамилию. Есть ужасные фамилии, которые уродуют человеку жизнь, которые стыдно проясниться к слову. Не принципиально, меня сейчас Валя убьет. Александр, я бы даже не стала вас больше мучить, а отпустила бы показать сюрприз. Я приехал не с пустыми руками, а как Дед Мороз с целой большой коробкой. Дело в том, что при переезде в Петербург самая необходимая вещь, которая нужна сразу в аэропорту, это зонтик. И это вот такой оригинальной конструкции зонт. Замечательно. Каждый город, в котором я бываю, и, собственно, и все остальные, да, и приносят магнитики. Почему-то вот есть у меня ощущение, что у меня есть магнит из Сочи на холодильнике, а у тебя нет. Вот чтобы это как-то урегулировать, пожалуйста. Спасибо. Квартир, подарков, да? Да. Очень быстро развивается наш век, и мы куда-то от книги убегаем. Я вот, например, люблю всякие мудрые мысли почерпнуть, а это такая квинтэссенция мудрости. Еще и в картинках, когда устанешь от планшета, иногда интересно вот странички полистать. Оригинально. Будет лежать. Оригинально. Знаю, что ты увлекаешься фарфоровыми куклами, но с куклами у меня все фигово. Не умею я их выбирать, страшные они какие-то, зато у нас есть императорский фарфоровый завод. Ломоносовский? Да, который Ломоносовский. Мой мальчик, какой молодец. 744 года, это костяной фарфор, чашка, зато практичная. Ну и последнее, изделие, последний гвоздь моей программы. Девушки часто приезжают с какими-то вкусняшками, все-таки считают, что кухня это вочина женщины, хоть я и умею готовить. А к мужику какая претензия, гвоздь не может вбить стену. Я решил это продемонстрировать, что когда придет время, гвоздь вбить могу. Александр, а я вот сомневаюсь, простите, вы издевал скачу? А у вас вкусно готово. У нас, вот давай сейчас это, у нас, по-моему, есть какой-нибудь реквизит? Да, не знаю, есть какой реквизит? Отлично, давайте. А то, чтобы потом не говорили. Нет, придется забивать. Ну ладно, все, все, все. Какая-то роза ехидная. Да. Вот, давайте, пожалуйста, забейте. Ну уж вы даете. Давайте, фарфор я уберу, а то еще. Я только 100 грамм, и гвоздь двадцатку. Держи, держи, а то подожди давай. Так, чтобы видно было. К столу прибивать? Ну ты давай, это, пальцы береги. Сейчас он по пальцу как даст себе. Молодец, молодец. Все, 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 хорошо. Роза, уходи уже от него. Молодец, умница. Спасибо, дорогой мой. Проходи вам со своим другом в свою комнату. Ну что, не оплошали? Вроде нет. Ну слава богу. И выглядит он хорошо. Какой-то радостный. Нравится ему жить, ему все нравится. Правда? Холодец, мальчик. Совершенно чудный. Такой питерский парень настоящий. Вам-то понравилось? Очень. Мне очень понравилось. А вам, как, Оль? Молодой человек, достаем внимание. Что-то до него докопалось. Что он себе там был. Он волновался. Два раза, что он тебе в руки это. Ну несчастный, не по твоей же. Ну он нервничал. Какая противная. Да не противная я. Чего мужика беречь надо? Зачем же ему вот такое вот прям это экстрим делать? А если война? Ну если война, то да. Руки-то дрожали. Я уж там зубами готов был забить. Молодец. Молодец. Все, хорошо сделал. Прекрасный молодой человек. И самое главное, очень гармоничный внутреннее. Соединение Юпитера с Ураном восходящее. Это люди, которые стремятся к высшим идеалам. У него достаточно силы эти идеалы поддерживать. Хочу заметить вам. Вы произвели впечатление в общении с ним, холодноватой девушки. Вы, конечно, знаете себе цену. Это правильно. Вы хороши собой. Вам есть чем гордиться. Но для того, чтобы мужчина женщину воспринимал правильно, нужно выдавать хотя бы капельку своей личной эмоциональной реакции. Поверьте, это произвело бы ощущение какой-то большей благодарности, что ли. И он раскрылся бы навстречу больше. Хорошо. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с вами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Ольга. Встречайте второго жениха. Удачи. Вы так прекрасны, как луна, как нежная богиня. И так сегодня счастлив я услышать ваше имя. Меня зовут Алексей. И я очень рад, Оленька, поучаствовать в этом рыцарском турнире за вашу руку и сердце. Замечательно. Очень приятно. Проходите. Настоящий поэт. Смотрите. Молодец. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Кто вас поддерживает сегодня? Представляю вам моих друзей. Это Валя и Лена. Мои лучшие друзья из Москвы. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей. 37 лет. Звукорежиссер-аранжировщик. Занимается производством аудиоконтента для мобильных устройств. Мечтает о том, чтобы у него родилась дочь. Предупреждает, что не простит измену и предательство. Враги Алексея взломали его страницу в социальной сети и отправили его избраннице гадости от его имени. Пытался объяснить, что его подставили, но девушка не поверила и не простила. Надеется, что Ольга не будет сомневаться в его словах. АПЛОДИСМЕНТЫ А с этой девушкой вас познакомила мама ваша. Чтобы вы не болтались, да, в холостяках. Ну, как любая мама, она, конечно, своему ребенку желает того, чтобы он поскорее повзрослел, возмужал и, соответственно, выбрал свою половину. Творческие могут быть мужественными? Почему нет? Конечно. Александр Маршал. Творческий и мужественный. Очень, очень мужественный. Сложался. Тут я примером скажу. Алексей, вам 37 лет, вы выглядите очень молодо. Наверное, без вредных привычек, любите себя. Ну, я из вредных привычек, у меня есть курение, но если будет нужно, я ради своей любимой готов бросить. А он курит. А я зато не курю и не пью. Уже давно. Леш, а что там за злые люди? И, значит, я так, меня в сетях нигде нет. Но я в этом ничего не понимаю. Поэтому расскажите свою историю сами. Кто что там взломал? Какие странички рассказываете? Ну, в общем, получилось так. Есть один, ну, скажем так, политический сайт. Я на нем общался, у меня было много друзей там. Ну, соответственно, когда у тебя много друзей, то, соответственно, появляются и наоборот, и враги. Вот. И в один прекрасный момент получилась такая вот история, что вот моя девушка бывшая, она меня просила, чтобы я стер со своей странички, где я зарегистрирована в соцсети, все ее фотографии, чтобы ее никто не видел. Чтобы ее никто не видел, никто о ней не знал. И чтобы я не обсуждал ее ни с кем. Получилось так, что у меня была на сердце какая-то такая радость, такое счастье-счастье. Хотелось поделиться им со всем миром. И я вот, было, случилось так, что я с ними несколько вот как бы поделился этим своим счастьем. А что обсуждали? Интимные подробности? Нет, интимные подробности нигде не обсуждались. Я просто писал о том, что она, мне кажется, что она моя судьба, что я так счастлив, что я встретила ее. Вот это для меня останется загадкой навсегда. Абсолютно какие-то чужие виртуальные люди. Кто они такие? Почему нужно делиться со всем миром, с незнакомцами? Зачем? Это же тут маме боишься сказать, чтобы не сглазить. Чтобы это осталось только при тебе. Зачем? Для человека знака весы и для мужчины знака весы. Это очень важно. Не просто даже социальное признание, а ощущение того, что ты правильный. И современный мир требует соответствовать определенным правилам. Ну, короче, она прочитала, да, чтобы... Нет, если бы она прочитала именно то, что я описал, я не думаю, что мы бы расстались. Как я говорил, там были мои враги. Они это решили воспользоваться и просто меня подставить. Как бы таким вот образом наказать. Они вырезали вот эту вот переписку. Они добавили туда вот именно тех гадостей, пошлостей, интимных подробностей, о которых как бы вот вы говорили. И эту переписку, взломав мою страничку вот с этой соцсети, ей переслали на ее страницу эту переписку с этими гадостями намешанными. Пароль лучше тогда ставь, никто не будет взломать. Ну, хорошо, а вы могли бы ей объяснить и сказать, любимая, ну, как ты думаешь, мог ли я совершить такое? Было, да, я пытался с ней объясниться, что это была на самом деле, эта переписка, она подставная, что те гадости и пошлости, они были добавлены. Я их, это не мое, я бы не мог. Так вообще, в принципе, даже слов таких написать. Послушайте, ну, если она вам не поверила, значит, это не ваш человек. Ну, тоже, с другой стороны, девушка тоже верит в какой-то переписке и еще... Вы не из Санкт-Петербурга, а откуда? Я из Санкт-Петербурга. Вы из Санкт-Петербурга, мой мальчик, как где вы там живете? Живу на улице Савушкина. А у вас своя квартира или съемная? Своя квартира есть, да. А в поэте в Сочи? Или только на лето? В Сочи, в смысле, если переехать к Ольге... А у вас там что? А у меня квартира. Как только будет холодно, можно ко мне приехать, погреться в любое время. Конечно. А ты готов был бы в Сочи переехать жить? Нет. С женой? Нет. Со мной? А вы до каких работаете? Ведь ночная работа-то. Нет, я... У меня работа с 10 утра до 7 вечера. А, то есть вы такой прямо... Ну, как все. Да. После 7 дома. Да. О, нормально. Я, в принципе, не такой человек, я не гулящий, ни по каким-то клубам, ничего. А зарабатываете много при такой работе? Я скажу, что мой заработок, в принципе, выше среднего, но... До 100 тысяч доходит? Нет, достаточно не доходит. У меня единственный вопрос, это как ты относишься к активному образу жизни вне работы. То есть я человек, который постоянно нуждается в каких-то мероприятиях, в улицах... Тусовочница, да? Нет, нет, не тусовка в плане клубов, я не хожу туда уже. А в плане какие-то театры, музеи. То есть не лежать постоянно дома на диване. Как-то развиваться, посещать что-то, совместный какой-то досуг, там, куда-то поехать на рыбалку. Моё самое любимое, это театр. Я очень люблю театр. Выставки, музеи, я регулярно хожу. Прекрасно. А теперь покажи сюрприз. Я хочу подарить Ольге свою песню, которую написал за день до того, как собирался на проект и посвятил её именно ей. Спасибо. Тебя я встретил, и от счастья слёз не прячу. В своих мечтах не представлял тебя иначе. Белокура нежна и прекрасна. Словно ангелы мне стало ясно. Не смогу я жить спокойно на свете, Зная, что ты есть одна на планете. Лишь тебе хочу я сердце отдать, И тебя, мой ангел, оберегать. Лишь только ты одна, Мой ангел навсегда. Мой яркий луч ночи, Погонь моей любви. Лишь только ты одна, Судьбою мне отдана, Как солнце для планет, Как новый жизни свет. Только ты одна. Лишь только ты одна, Мой ангел навсегда. Мой яркий луч ночи, Огонь моей любви. Лишь только ты одна, Судьбою мне отдана, Как солнце для планет, Как новый жизнью свет. Только ты одна. Спасибо, дорогой. Проходите, девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ Живой? Я хотела вопрос задать, Мне не дали. Бика, как вам жених? Ну, довольно романтичный молодой человек, Приятный. Ну, как он дядька старого уже, 37 лет. Молодой человек. Я считаю, что вот все-таки Ольга такая целеустремленная девушка, И работа все-таки делает человека. То есть работа заставляет ее быть серьезной. Но после работы ей наоборот хочется эмоций. Таких-то. Только он это все, сказал, предоставит. Любит театр, любит развлечение. Мне кажется, как раз эмоций у тебя достаточно. Как вам, Ольжи? Немножко запутанная история С интернет-перепиской. Немножко как-то все так... Да, я тоже сказала, Сумбурно, Сумбурно. Главное, что у него есть сегодня Желание жениться, родить детей. Поэтому мы давайте не будем придираться, Закроем глаза. Это его версия. Поверим. Понравился бы, Жених? Ну, я бы не сказала, Понравился бы, не понравился бы. Вот он неконкретный какой-то. Вот как пришел, никак, не ушел никак. Вот через пять минут забудешь. А надо пометить территорию все-таки мужчина. Ну, мне тоже странно кажется. В 37 лет мужчина без истории, Никого не было. Не был женат, нет детей. Как юноша 16-летний. Ну, немножечко у меня тоже есть Свои какие-то предположения. Тоже мне показалось странновато. Рядом с вами я его не вижу. Я даже. Ему такая нужна женщина, Командир полка, который поведет за собой. Не отчаивайся. Ну, не всегда же и все в жизни хорошо. Ты не отчаивайся ничего, Господи. У нас же тебе понравилось. Понравилось. Но. Он ровно противоположный образ тому, Что вам нужен. Ваш Марс, который управляет браком, Находится в знаке Овна, А он противоположный, Конец зодиака, весы. В нем есть... Подружка. Достаточно характера. Он чистый теоретик. Но когда мужчина, К 40 годам не имеющий жены и детей, Так живо интересует их, Кто кому что написал, Какие фотографии выставлены, Как он этим расскажет, Сразу начинаешь подозревать, Что у него нет иного внутреннего содержания. Боюсь, что это не хороший задел для брака. Не основательный. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, Которое может стать судьбоносным. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай поженимся», И я предлагаю Ольге встретиться с третьим женихом. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Ольга. Ты потрясающе выглядишь. В общем, я хотел познакомиться с тобой поближе. Этот букет для тебя. Спасибо большое. Очень приятно. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. У меня у меня есть небольшой подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо большое. А у меня пахнет. Почему один? Сейчас время отпусков, все отдыхают, И у кого-то времени нет. Но ты меня не бросил, друг, Несмотря на период отпусков. Да. Я даже люблю, когда приходят без поддержки. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, 24 года. Дизайнер, художник и радиоведущий. Читает книги о Мэрлин Монро, играет в большой теннис, планирует научиться кататься на сноуборде. Мечтает о двоих детях и даже придумал им имена. Предупреждает, что он никогда не станет домоседом. Андрей увел возлюбленную из семьи, но через полгода она все-таки вернулась к бывшему мужу. Надеется, что Ольга избавилась от своих прошлых привязанностей. АПЛОДИСМЕНТЫ И как же вы назовете своих будущих детей? Снежана и Дима. Почему? Ну, у моего двородного брата есть дочка, ее зовут Снежана и... Снежана Андреевна? Снежана Андреевна. Мне кажется, будет очень... Ни в коем случае, ребенок должен в семье чувствовать себя уникальным. Когда двоюродных или троюродных братьев и сестер называют одинаковыми именами, это на самом деле ужасно. Ничего хорошего в этом нет. Не дублируйтесь, придумайте свое. Зачем повторяться? Потом созвучно. А Дима в честь кого? Мне просто нравится имя Дмитрий. То есть, вообще, меня родители хотели назвать саморождение, либо... А меня хотели назвать Вадим. АПЛОДИСМЕНТЫ А чего вдруг книги о Монро? Что там о ней такое? У нее такая незамысловатая биография, она умещается там в двух томах. Мерли Монро – это просто уникальная женщина. Если читать всю биографию, если о ней более подробно узнать, то, что о ней рассказывают, что-то плохое, это не так является на самом деле. Плохо? Никто о ней ничего не рассказывает? Есть какие-то факты о биографии? Что у нее было много мужчин, что она вела такой разгульный образ жизни. Но это, скорее всего, у нее было много мужчин не потому, что она их себе как-то наоборот звала, а потому, что она такая была красивая женщина. Возле красивой женщины... Какие-то банальности. Она выходила замуж несколько раз, а про мужчин никто нигде не говорит. Вы что-то такое фантазируете там? Блондинца. Ну, та более блондинистая. Это все-таки не такая блондинца, а, скорее всего, натуральная. Я бы не назвала ее блондинкой, как Марлин Монро. Василиса и то больше похоже на блондинку, на Марлин Монро. Причем она выходила замуж за разных мужчин, и просто она была не столько секс-символом, как сейчас принято говорить. Скажите, если вы о ней много мечтали, ее мечта, кого она мечтала сыграть всю жизнь свою? Сейчас сложен вопрос. Грушенька у братьев Карамазовых. А у вас ее фотография висит в спальне? Нет, у меня есть постельное... Белье? Нет, ну, покрывало, то есть, смотри, не могу. Ну, вы лежите на этой покровали? Рос. Что вы тогда о ней знаете? А зачем знать-то? Лежишь прямо на ней на постельном белье. Зачем знать-то? Хорошо. Да, у вас такой взгляд эротомана. А ее знаменитая фраза, когда она ложилась спать, что она говорила? В чем она ложилась? Как она? С капелькой от Шанель номер пять. Лариса, ну ты прямо нашла, что спрашиваешь? Не, ну я просто, я не уже, я читаю книги, зачитываю себя Мерлин Монро, но я не знаю все, что было когда-то выпущено. Ну, я беру какие-то основные моменты, то есть книжек много, и в каждой книжке она какая-то информация. Это его эротическая фантазия? Это его эротическая фантазия? Что ты? Таких женщин, которые бы так бы запомнились. Ой, Андрюш, если бы не было каких-то банальностей, домашних заготовок, о чем бы сейчас говорили? Сказал, что читаешь книги, тут изволь как бы владеть материалом. Надо быть готовым. Либо, да, либо не надо говорить. Сказал, что гости забивать умеешь. Да, ну так что, я же вбил. Вбил, вбил. Давайте про Ольгу. Вас не смущает разница в два года? Нет. А что смущает? Да, квартира есть, и это личная квартира. А где у вас квартира? В Санкт-Петербурге. Ну, это не прямо в Санкт-Петербурге, а город Гатчино. Однокомнатная квартира. Да, знаем. Андрюш, а вы пользуетесь, да, у девчонок, так сказать, повышенным вниманием? Ну да. Часто меняете девчонок? Нет, я их меняю не потому, что мне так хочется. Это вот так же, как ситуация с Мерли Монро. Потому что она, если она симпатичная и общительная женщина, она знаменитая, к ней мужчины тянулись. Так же, как и я. А чем правильно я понимаю, что вы себя ассоциируете с Мерли Монро? Конечно. Нет, нет, это я просто как пример, да. Он себя ассоциирует с Мерли Монро. Мне кажется, он зациклился. Ну чем вы берете девушку, чем вы их завлекаете? Вот, например, про девушку, у которой был муж. Ситуация получилась так, что познакомились мы в интернете, просто с ней начали лично общаться. Хорошо, закрутилась у вас с ней. Когда узнали, что она замужем? Когда мы уже по переписке, она сказала, что у нее есть муж. Я сразу не стал, ну для меня сначала это был какой-то такой, не то что шок. Но вы все равно ей предложили встретиться, просто чтобы попить кофе. Я предложил встретиться, да, попить кофе. И вот за эти несколько минут, пока вы пили кофе, она поняла, что вы ее мужчина. Ну, скорее всего, мы это, как бы сказать, совместно. Я, допустим, почувствовал, и она это почувствовала. Да, она ушла от него, но я на нее не давил. Вы были счастливы? Да. У ребенка у нее не было? Нет, не было. И через полгода нарисовался снова ее бывший, да? Да, он начал ей звонить. Сколыкнулись в чувстве? Да, начал ей звонить, писать. Вы с ней встречались? С мужем с ее? Я старался с ним встретиться, но он ни разу со мной так и не встретился. Не встретился? Ни разу. А у меня давно, что вы встретились, разговаривали? Нет, получилось так, либо он не хотел меня, либо боялся. Ну, в общем, она через полгода к нему вернулась. Нет, она к нему не вернулась. Когда она мне, мы с ней решили расстаться, через какое-то время, когда я понял, что, и часто видел, когда она плачет в ванной, то есть, когда я спрашиваю, что случилось, она говорила, ничего страшного, все хорошо, но... Люблю мужа. Да, она когда мне написала в СМС, что, когда я уже приехал к себе в родной город, то есть, чтобы, как бы, немного отдохнуть от этой обстановки, и она мне написала, она любит своего бывшего мужа и хочет к нему вернуться. Уводить, разрушать чью-то семью, это изначально... На чужом несчастье счастье не построишь. Именно так. Ой, дорогой мой, ну ладно, вы уже повзрослели, 24 года, вам давайте будем с Ольгой как-то решать. А вот мне интересно, скажите, вот в вашей семье кто будет покупки делать? Я считаю, в любой семье должно быть равноправие, то есть, какие-то покупки, смотря именно какие покупки, если это серьезная покупка, идет покупка дачи, машины, то лучше... Это вы будете? Да, буду убирать. А если магазин каждый день за картошкой, это жена будет, правильно, Нила? Нет, это все буду делать я. То есть, если какие-то мужские... А если за колечками, сережками и шубами, то жена? Ну, я с ней съезжу, я либо могу дать ей деньги, она может съездить, выбросить, посмотреть. А есть деньги-то у вас? Да. А сколько зарабатываете? Если вместе с моим... Так как я работаю диджеем и дизайнером... А вы еще и диджеем? Да. По ночам? Нет. Ну, бывает, да, и бывает, и такое, и бывает, что и по городам езжу. Но если в общей сложности, получается 50 тысяч. Если в общей сложности... Это был ролик, о котором бы я хотел рассказать, какое бы я хотел бы видеть будущее именно с тобой, если бы мы были с тобой вместе. Спасибо. Каждый человек начинает свою жизнь с чистого белого листа. Какими красками будет нарисована его жизнь? И что будет нарисовано на этом листе? Я знаю, что нарисовано на моем листе жизни. Меня окружают очень добрые, позитивные и отзывчивые люди. Я люблю музыку и все, что с ней связано. И даже сейчас, когда играет эта красивая музыка, ты находишься рядом со мной. Меня окружают очень родные и близкие мне люди. Лучший друг, который поддержит всегда меня в тяжелую минуту. Любимая работа, отличные друзья, но нет в моей жизни тебя. Если бы мы хотели провести эту жизнь с тобой вместе, я бы хотел видеть красивый дом, двое детей, рядом озеро. И, конечно же, ты, который проводил день и ночь. И пусть в начале наших взаимоотношений послужит этот букет. Спасибо, Андрюша. Я только не поняла, почему все дети на фотографиях лицом от нас. Все спинками. Ну, ваш выбор. Проходите в свою комнату. Он не готов вообще к каким-то семейным отношениям. Он еще маленький. Будет о чем говорить с юношей, фантазером, вашей подруги? Я думаю, что вряд ли. Что-то общее есть? Я ничего общего не увидела, потому что Ольга... Ольга взрослая тетя, знает, чего хочет с опытом. Да, поэтому у нее такой был немножечко снисходительный взгляд. Я вас понимаю. 24 года для мужчины против ваших 26, это ни о чем. Ну, она сейчас скажет, что он малолетний, ему 24 года, а мне 26 лет. Но при этом, при всем, он достаточно серьезный для своего возраста. Но при этом, вот так, чтобы зажглось, не могу сказать. Роза? Ну, конечно, молодой. Говорит, зажглось. Если вам было бы 18, может, и зажглось, а вам все-таки 26. Ну, не ваш, конечно. Ну, что? Ну, такое смешно, правда, Лариса сказала. Да, ну, как-то эта история про увода жены из семьи тоже мне показалась... Девчонки, которые там, что ты беляешься, 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 беляешься. Ну, почему нет? Когда не пофантазировать, если в этом возрасте? Ну, даже и фантазии у настоящего представителя знака рыбы, еще и с Венеры в рыбах, они такие неоформленные. Потому что как-то о девушках, вот эти аналогии с жизнью Монро не сходятся. В фильме, кроме детей, сидящих спиной, есть еще куча нестыковок, например, когда... Кроме постельного белья с Мерелин Монро, Он, по-моему, ничего не имеет, ничего не знал, а не читал. Фантазировал. Ну, и как многие рыбы, первая половина жизни плывет не туда. Да что мне с этим Мерелин Монро пристали? Ну, просто мне нравится эта женщина. Красивая женщина. Если купил постельное там покрывало, то не значит, что я смотрю день и ночь на это покрывало. Почему просто красивая женщина? Ну, может быть, лет через 10 выплывет в каком-то конкретном направлении. К нам пусть придет. Неправильно. Неправильно. Пусть она ко мне выйдет. Виктория, кого советуете? Ну, все парни были неплохие, но все-таки я выделяю для Ольги, конечно же, первого претендента, потому как он внимательный, вот, подарками задарил, цветами задарил. Вот. Видно то, что молодой человек целеустремленный и сможет и гвоздь забить, и лампочку вкрутить. То есть надежный молодой человек. Я все-таки остановлюсь на нем. Сашка, тебе-то она понравилась? Очень хорошая девушка улыбалась, глаза горят. Все молодые люди произвели впечатление, каждый по-своему, но выбор я сделала. Ну, конечно, Александр первый. Умница, красавица, с Питера, все, о чем так мечталось. Потрясающе. Я считаю, что можно было и пообщаться и с Алексеем, и с Андрюшей, ради того, чтобы пойти к Александру. Ну, и если зайдет к нам? Выйдем? Что же делать? Выйдешь? Да, выйду. Ну, хорош, Александр, да. Ну, что ты вздыхаешь, Господи? Ну, что вздыхаешь, ну, вот, конечно, Александр симпатичный, но будет все то же самое, поверьте мне. Если быстро, а он быстро, в общем-то, не женится, поматросит, встречит помоложе. Да, ну, знаю я такой тип мужчин. А вот Алексей, ну да, ну, неказистый, но тоже. Вот с ним сто процентов, если хотите, в Санкт-Петербург. Нет, Алексей пусть идет к Андрею, не надо, Ольга идет к Александру. Ты иди к Алексею, тебе как раз по возрасту. Так он как раз пацан для меня. Да, да, да. Ага. Я считаю, что как раз и Алексей, и Андрей действительно не было необходимости даже рассматривать после того, как увидели Александра. Я считаю, что ваша натура требует мужчины огненного, конкретного, прямого. Мы его увидели в нашем первом женихе, увидели абсолютно полностью. Ну, а другие женихи только подчеркнули. Проходите туда, куда решили, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Борис, 29 лет, номер 2846. Владелец рыбного хозяйства в Белгороде. Гордится тем, что приобрел дом в Лондоне и научился искусно готовить таранку. Ищет кроткую и честную девушку, которая будет понимать его с полуслова. Наталья, 23 года, номер 2847. Менеджер в ресторане. Слушает музыку в стиле хаос и занимается спортивной ходьбой. Мечтает побывать на Бора-Бора. Ищет мужчину, который всегда будет отвечать на ее телефонные звонки. Мы не знаем, выйдет только одна Алиса с Браником. Я приглашаю всех выходить и давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй. Здравствуй еще раз. Я думаю, что мы сможем продолжить с тобой общение и понравиться друг другу максимально. Мне было бы очень интересно это сделать. Радует знакомство очень. У нас есть пара Ольга и Александр. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте с тобой с именем героя на номер 4151. Я Лариса Бузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, посмотрим. Пожалуйста. Так танцуют все подвыкавшие девушки где-нибудь в Кемере. Я не хочу тусовчатся. То есть я сам на это насмотрелся за свое время там. Вы могли бы быть ставите даже бойфрендом в Росте Миттвей. Это статусно, это круто. Сначала она была моей подружкой. До брака и в начале брака. Но впоследствии она стала моим врагом. Ну тут все-таки мне кажется, нужно задуматься о возрасте. Вот мое личное мнение. Я вообще в свою молодость вернулась. Я прям дышу с ребятами по всем. Ой, Боже, какой ужас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!